Проблема отходов в Украине с каждым годом становится все более глобальной. Но как перерабатывать и утилизировать мусор сегодня рассматривается на государственном уровне. И решать вопрос бытовых отходов приходится как большим, так и малым городам. Компания Polvox Украина, которая специализируется на производстве и продаже современного польско-украинского оборудования, разработала уникальную установку. Данная установка является пиролизной, непрерывного действия, предназначена для утилизации твердых бытовых отходов в полезные энергоносители. Технология низкотемпературного пиролиза позволяет получать пиролизную жидкость и газ, необходимые для работы генераторов электроэнергии, а побочным теплом отапливать жилой сектор. У нас предлагается три типа завода. Первый самый маленький – это 10 тонн в сутки по мусору. Второй тип – это 25 тонн в сутки и третий тип – 60 тонн в сутки. Самый большой. Если необходимы загрузки, то можно ставить две линии параллельно. Максимально поставить три параллельных линии, которые будут полностью вязаны в единый комплекс. В среднем, если рассматривать самый большой комплекс, 60 тонн в сутки, он будет перерабатывать где-то до 30 тысяч тонн мусора в год. Если рассматривать по количеству населения, то один человек в год где-то генерирует одну тонну мусора. Если мы ставим три параллельных установки, то это позволит обеспечить до 100 тысячному городу полностью переработку мусора. Установка не имеет аналогов в Украине. Ее можно сравнить с мини нефтеперерабатывающим заводом. Но вместо нефти тут используются твердые бытовые и промышленные углеродные отходы. Что касается преимущества перед аналогами, то есть в СНГ аналоги есть, но их конструкция другая. Мы идем по своему пути. У нас уже проработана наиболее оптимальная конструкция, где учтены факторы безопасности максимальной и экологичности, а также непрерывность процесса, что самое важное в этой технологии. Основной экономический эффект и возвратность и окупаемость этих заводов формируется тем, что этот комплекс позволяет перерабатывая мусору получать несколько видов продукции. Оборудование производит синтетическую нефть и газ, а также позволяет вырабатывать электроэнергию, получать технологическое тепло, повторно использовать промышленную воду, а также с помощью работы установки можно устранить проблему свалок и утилизации твердых бытовых отходов без предварительной его сортировки. Для города это выгодно, потому что он как в летний и зимний период может обеспечивать население горячей водой и также в зимний период отапливать жилые дома. Данное оборудование имеет следующее преимущество. То есть это минимум выбросов, то есть практически выбросы у нас только отжигания газовой горелки, реакция замкнутая пиролиза, то есть не выделяется в атмосферу ничего, без доступа кислорода, то есть сырье не взаимодействует с атмосферой при сжигании, идет как бы внутреннее разложение, то есть в наших камерах специальных. Инженерами компании «Полвакс Украина» данная установка разработана с учетом в первую очередь безопасности для окружающей среды, а также учтены и продуманы все возможные риски. Установка состоит из системы подготовки сырья, которая включает в себя приемный бункер с транспортером, дробилка сырья, дробилки у нас две в системе, одна крупногабаритные отходы измельчает, вторая доизмельчает до нужной нам фракции. Далее транспортер подает в накопительный силос, откуда мы уже направляем непосредственно в установку. У нас в системе есть шнековая сушилка, которая подсушивает сырье до нужной нам влажности. И далее уже идет сырье по всей системе, то есть попадает в реактор. В реакторе у нас идет термическая деструкция без доступа кислорода при температурах от 450 до 650 градусов Цельсия. На выходе из реактора мы имеем газ спиролиза и твердый остаток. Оборудование прошло производственное испытание в Украине и получило подтверждение, что работа установки соответствует экологическим нормам Евросоюза и США. Мы рассматривали разные технологии, разные проекты, именно связанные с переработкой органических и неорганических отходов. Как раз эта технология, она сейчас является самой передовой, самой современной. И в линейке технологий стоит на самом высоком месте. Как раз именно эта технология привела инвесторов в эту отрасль. Потому что все, что было до этого, это были дотационные проекты Евросоюза, где преследовалась основная задача, это утилизировать отходы, их переработать. И окупаемость проектов была на основании получения дотаций за утилизацию переработки. Бизнеса там не было, это только дотация. Сегодня в Украине величезная проблема щодо переробки твердых побутовых отходов. На государственном уровне эта проблема не решена. Каждое место пытается по-своему решить эту проблему. Я особисто могу сказать про себя, что за 9 лет перебивания на посадке міського главы я провел уже больше 100 переговоров с различными международными компаниями. И до сегодняшнего дня принципово вопрос не решено. Цей проект для нас очень важный. По-перше, он не потребует большой площадки для установления такого обладнания. И также не потребует каких-то додатковых площадок для аккумуляции сметки. То есть оно сразу будет скидаться в какие-то бункеры. Компания «Полвакс Украина» изначально выставила приоритеты, а это создание экологически чистого и здорового будущего, превращать экологические проблемы в коммерческие возможности. Кроме того, собственная лизинговая компания позволяет клиентам сократить первоначальное капиталовложение, а также предоставляет гарантийное обслуживание. Окупаемость такого завода 2,5 года. Если рассматривать цикл, то от момента выделения земельного участка, получения тех условий на размещение завода, где-то проходит 6 месяцев это производство завода, и, будем так говорить, 3 месяца его инсталляции, обучения персонала. Так что за 9 месяцев до года завод будет работать в полном цикле. С появлением искусственных материалов проблема отходов стала одной из самых важных в экологии. Мусор, который остается на свалках, на сотни лет отравляет землю, воду и воздух. А данная переработка может решить не только проблемы экологии, но и энергетического дефицита. У нас каждый день творится где-то около 500 метров кубичных смятя, это где-то около 125 тонн, и вот нужно их переработать каждый день. Звичайно, что нас интересуют промышлые масштабы переработки, но сегодня мы увидели очень интересные идеи. Мы встречались с науковцами, сегодня увидели, как говорят, наяву работу цієї лініи. Ну, конечно, я впечатлений, что можно отримать из этого побутого смятя те же самые компоненты, из чего они были созданы. Те же самые бутылки створювались из нафти. И мы сегодня видим, что можно на этой установке отримать, как говорят, производство от нафти, и снова же ее переработать на легкие нафтопродукты, или, например, на тот самый битум и использовать в воде нести дороже. Тут, наоборот, стоять вопрос, что, возможно, даже настанет такой час, что будут доплачивать за то, что мы даем смятя, чем он выгоден. То есть не стоит вопрос о повышении тарифов. Друге, что он решит кардинально проблему. Например, я был в Норвегии, я вижу там, например, смятеспалювальный завод. Это тоже не совсем хороший завод. Это завод, который позволяет сегодня решить вопрос теплопостачения, горячего водопостачения, тех же самых нафтопродуктов, тех же самых палубных брикетевитов. Мэр города Борисполь Анатолий Федорчук, изучив установку, готов внедрять в жизнь проект в своем городе. Основная схема здесь заключается в создании проектов совместного использования. Либо государств частного партнерства, если мы говорим для коммунальных предприятий. Так как основные поставщики сырья являются коммунальные города. Потому что они берут на себя функции сбора мусора и ее утилизации. Предложено городам создавать государственное частное партнерство, в которых города будут прилижать 80% стоимости завода. Частное партнерство будет заключаться в инвестировании и финансовом лизинге. Место имеет небольшую площадь, это 3700 гектаров. И место очень компактное. И разместить большие заводы, которые нам предлагали, не имеет возможности. Уникальная особенность этого комплекса, что он модульный и компактный. Все остальные технологии, которые требуют больших площадей для установки самого комплекса, это около 2 гектаров. Наша установка, она вообще стоит на, можно размещать на 10 сотках. Но чтобы комфортно из перспективы, мы предлагаем городам выделять полгектара минимум, для того, чтобы здесь разместить вспомогательные производства побочной продукции. Также побочной продукцией является пирокарбоном. Пирокарбон – это твердое топливо, которое позволит котельной, к которым нельзя дотянуться теплотрассой, перевести на твердотопливные котлы и сжигать побочную эту продукцию пирокарбоном. Вам не будет продано просто оборудование, которое вы не знаете, что делать, без технологий, то, что предлагает зарубежная наук. Вам будет предложено, кроме финансирования долевого и лизинга, вам будет предложено и бесплатное обслуживание в течение лизинга, и построение бизнеса, и отслеживание процессов, которые позволяют работать и подтверждать этому заводу. Инженера и специалисты, которые здесь представлены, они полностью отслеживают работу и обеспечивают бесперебойную работу этого завода и окупаемость быстро. Мусороперерабатывающий комплекс «Полвакс Украина» – это идеальное решение одновременно нескольких задач для любого города. В первую очередь, это сокращение транспортных расходов по вывозу мусора, извлечение энергии из отходов. А в перспективе, такие установки при широком использовании уменьшат земельные площади, которые используются под захоронение отходов. Продолжение следует...